Друзья, всем привет! Это очередной выпуск Мозгобола, интеллектуальная наша спортивно-футбольная викторина. Я думаю, что вы уже привыкаете к нашему новому YouTube-каналу, к новым гостям, к новым правилам. И, в принципе, самая главная просьба у нас ко всем зрителям – это хорошее настроение, гости абсолютно из разных сфер, но обязательно связанные с футболом. Тихо. Все, начинаем. Правила Мозгобола. В игре участвуют два игрока, которые борются между собой за победу в интеллектуальной спортивной викторине. Их ждет 4 раунда и возможность поворотся за суперкубок. За правильный ответ участник получает 1000 баллов. Ну что ж, у нас в этом выпуске, давайте представим наших гостей, участвует стендап-комик Гурам Амарян. Юмор, веселье, шутки. И все, что было смешно и красиво, против него сегодня играет ведущий матч ТВ, ведущий программы 50 вопросов. И, конечно же, Маннибол – это Карен Адамян. Везер всероссийского конкурса «Ты комментатор». О, боже, 10 лет прошло. Да, это здорово. Надо было представить себе это. Так как мы собрались играть в футбольно-спортивную викторину, вы как вообще себя ощущаете? Готовы, не готовы? Да нет, конечно. Ты что, он футбольный обозреватель. А я комик, пока тебя не было, знаешь, о чем думал? Вот что, если где-то участвуешь, хочешь выиграть, да? У тебя так же? Ну, здесь нет. Здесь хочу, но типа я осознаю все. Я в сухую улетаю вообще. Ноли интриги. Ну, а последний матч какой смотрел? Футбольный. Ну, что-то недавно смотрел. Лацию. Да? Да, все. Вот ходишь. Ну, все, про Лацию есть вопросы? Так я что, думаю, что-то знаю, я ходил на матч. Локомотив люблю. Локомотив все знаю, дальше ничего не знаю. Мне скажите чью-то шутку, я вам скажу, кто когда ее сказал. Вот это вообще легко. Вот такую викторину я готов. Блин, ладно, давайте играть уже, будет весело. Ну, давайте, давайте играть будет весело. Главный девиз нашего сегодняшнего выпуска. Погнали. Но, перед тем, как перейти к первому раунду, нужно понять, кто начинает. Потому что мы играем по очереди. Ты сколько ехал до нашей студии? Час 20. Час 20. Гурам, ты сколько ехал? Где-то час 40. Час 40. Гурам начинает, человек дольше добирался. Итак, у нас первый раунд, который называется «Быстрый гол». В раунде «Быстрый гол» задача участника дать как можно больше ответов за отведенное время, выбрав из двух вариантов правильный. Каждому участнику дается по 32,5 секунды. Это ровно половина от 65, за которой Дмитрий Кириченко забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Вот такая приколюха. Круто, круто, да. Все как бы связано, завязано. Все с футболом, вообще. Да, все как ты любишь, бюро. Готов? Да. Итак, поехали. Первый вопрос. Кто из них играл в очках, Эдгар Дайвиц или Франк Райкард? Да, первый. Какая сборная чаще выиграла чемпионат мира, Испания или Италия? Испания. Что в футболе появилось раньше, пенальти или желтая карточка? Желтая карточка. За кого болеет комик Михаил Шац, за Динамо или за Зенит? Шац, 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 Динамо. Футболист какой фамилии играет за Хофелхайм, Амариан или Адамян? Что? Адамян, 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 Адамян. Какая награда существует в футболе, золотая бутса или золотой блюдце? Золотая бутса, это я знаю. Сборная какой страны чаще играла в Сан-Ази? Короче, вы снимаете все? Они мне не зачитали Зенит, но я им это прощаю. Аплодисменты Гураму за его быстрый, наибыстрейший гол. А ты знаешь, что там появлялись вопросы? И с ответами правильными? Нет? С этим пошла люди. А, кстати, а почему я туда не смотрю? Блин, я нечестно играл, ладно. На счет 3 тогда поехали. Чемпионат мира 2026 пройдет в двух странах или в трех? Ух, в трех. Как проигрывает матч, не забив в нем ни одного гола, в сухую или в крутую? В сухую. Кто на сегодня стоит дороже, по мнению Трансфер Марк, португалец Пепе или россиянин Кокорин? Точно Пепе должен быть. Какой буквы нет на эмблиме футбольного клуба Реал Мадрид, М или Р? М или Р. М нет. Какой из этих терминов используется в футболе закладка или накладка? Накладка. Какой клуб выиграл чемпионат Армении 2021 Арарат Армения или Алашкерт? Алашкерт. Блин, у него нет. А вот это ты дал ответ, конечно, Алашкерт. Ага, мы прям подготовились. Получается у нас в сумме 4 тысячи. 4 на 3. О, это прям если бы как мне Зенит засчитали, круто. 4 тысячи баллов у Карена и 3 тысячи баллов у Гурама Амаряна. Хочешь еще косарь дам тебе, брат? Блин, как идем вообще? Здесь в принципе выпуск такой по-братски. Ну а раз все по-братски, то мы... Блин, ты такой, да, да. Рассказывай. Переходим к следующему. Называется «Я календарь переверну». В раунде «Я календарь переверну» каждому участнику нужно будет по описанному событию определить год. Если игрок отгадывает год с первой подсказки, то получает тысячу баллов. Если со второй – 500. Если с третьей – 250 баллов. Итак, как Гурам начинал первый раунд, он начинает и второй. А, молодец. Спасибо. Молодец. Все готовы. Нет, нам нельзя так, чтобы начать. По-моему, он токсик, чуваки. Я не хочу ничего сказать. Так душно проветрите, ребят. Поехали. Первая подсказка. Гурам Амарян. Награду «Голден Бой» получил Антони Марсиаль. Ага. Уже близко. Это уже где-то около 2004-2008. Вот так я уже, да? Там как раз под стол бегал Марсиан. Совсем маленький, да, тогда? Да, да, да. Ну или там 13-й. Следующая подсказка. Не будешь рисковать. Ну куда? Четвертый не будешь говорить. Ладно, хорошо, я понял. Следующую подсказку. Смотрим. Сборная Чили впервые выигрывает Кубок Америки. Ага, это точно 2014 год. Ладно, давай третью подсказку. Третью? Ну, а как бы, прикинь, он бы сказал и попал. Ну давай я говорю 14, ладно. Все, я отвечаю. Да, я просто готов 0. То есть если я его так сказал, знаешь, как будто... А он так не... Все, готов даже... Я иду ва-банк, да. Гурам говорит, что это 2014 год, но перед тем, как сказать ответ, мы сейчас посмотрим просто, какая была третья подсказка. А здесь было написано. Фабио Капелло уволен из сборной России. Капелло был после хейдинга. Когда он был, я вообще не помню. Где-то 13-14. Ну вот где-то так, да. Смотрим, правильный ответ. И это 2015-ый. Прям вот оно, вот здесь вот. Можно было понюхать этот год, но чуть-чуть не получилось. Я подумал, где-то тогда и было. Я просто только с Акуп Америка слежу. Ну, 0 баллов. Это 0 баллов, гура! Это я! Здорово, здорово. Но старался, почти попал. Готов? Да. Готов. Итак, смотри, первая подсказка. Появился термин скандинавская ничья. Ну, я знаю, конечно. Это 2000... Сейчас скажу точно. Четвертый. Будешь рисковать или нет? Нет, конечно. Ну, естественно, не будет больше подсказок. Я, ну, отвечаю сразу же. Ну, то есть рискуешь. То есть рискуешь. Будешь рисковать? Нет, нет, я отвечаю сейчас. Короче, отвечаешь. Да, отвечаю. Карен отвечает 2004 год. Ну, и мы, соответственно, смотрим две следующие подсказки. И здесь у нас первая. Андрей Шевченко получил золотой мяч. Вполне вероятно, да. Я точно не помню, но да. Перед Челси... Челси это шестой, наверное. Седьмой. Пару... Седьмой. И третья подсказка. Здесь Дмитрий Кириченко забил самый быстрый гол в истории евро. Ну, евро. А, все, да. Всего четвертый получается? Четвертый получается, да. Тут правильный ответ. 2004 год. Спасибо. Поздравляем, поздравляем. Все, ты пошел? 2004, Даня, Швеция. Я сидел малой, болел за то, чтобы кто-то там выиграл, потому что итальянцам надо было нам. Мы все сидим. Это знаменитые. Потому что итальянцам нужна была победа хоть кого-то, чтобы Италия вышла. А эти сыграли в ничью. На этом евро, я когда смотрел за Даней, да, и Эриксоном, и в целом за Даней, я такой, блин, я бы не поверил, что я могу переживать за Даня. Вот после этой истории. И сейчас в целом, да, у всех такое мнение про Даню, что они красавчики. Да, да, да. Но вот этот зашквар уже забылся, как будто. А про шведов? Да, как будто всегда были такие. А зашкварами специально в ничью сказали? А зашкварами специально в ничью сказали? Они специально сказали в ничью такой. Вы его. Вот сейчас точная, я прям знаю, подсказка, ты ее берешь сразу. Да, конечно, давай, конечно. Специально для тебя. Итак, первая подсказка Нового года. Расформирован Асмарал. Это какой-то мой троивный брат. Расформирован. Я прям так не знал. Гурам Асмарал. Это Асмилан. На этом, понял? На Алиэкспрессе. Футболку берешь, у тебя логотип Асмарал. Дальше пошли, что я вообще даже не... Да, конечно, пошли дальше. Конечно. Ферги Тайм в матче с Баварией. Понимаешь, о чем речь? Да. Ну все, отвечай. Был такой финал Лиги Чемпионов. Там играли Манчестер и Бавария. Да, и вот сэр тот самый, Алекс, этот самый. Да? Да, я с ним толпан. Знаю Ферги Тайм. А год какой? А я ебну. Ну давай еще этому тогда посказал. А я футбол 2002 начал смотреть, тоже надо понимать. Кстати. Значит, ты этого не видел. Я этого не видел. В каком году? В 2002 начался? Да, лет 9 мне было. Я там что-то начал локомотив смотреть, там, Ассатиани. Или он тогда еще не был. Смотрим, следующее. И здесь ошибка Филимонова. А, так это вот оно и вот. Это получается, когда он вот это ворота, да, с Украиной матч был. А вот год я ебну. 99-ый, 2000-ый какой-то вот такой. Или, например. Надо выбрать. Это же был отбор, получается. Значит, 99-ый получается. 99-ый? Мы ответы 99-ый. Смотрим. Правильный ответ. 99-ый год. Ну, а говоришь, ну, все же, все же, все же можешь сам. А почему бы нельзя было Филимонова первого? Я бы сразу отвечал уже. А потому что... Блин, начинать с подсказки «Осмарал» это жесть просто. Это отвратительно было. Более того, еще специально, чтобы Гурам начинал про «Осмарал». Сейчас, я думаю, даже болельщики «Осмарала» бы не вспомнили. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Ну, что ж. Следующий год. Первая подсказка. Сиду Думбия лучший футболист года в РПЛ. Очень, конечно, спорное заявление в целом. Точно не скажу. Это начало десятых. Типа 12-ый какой-то, 13-ый. Когда он перешел? Он же в Рому перешел. Все говорили, что он не тренировался вообще. Типа там что-то Тотти у них въебает на тренировках. А Сиду Думбия что-то привык в ЦСКА ничего не делать, видимо, на тренировках. Как он в душе Рональдини. Надо либо рисковать, либо отвечать. Ты уже как-то знаешь, 10 секунд так давно. Точно не сейчас. Давай еще одну подсказку, 100%. Смотрим. Следующее. И здесь гол Рамоса на 93-мюте в финале Лиги Чемпионов ворота Атлетика. Ну, это мы все знаем. Это мы все знаем. Это вот оно и вот. Это вот Филимонов, а потом и вот так. Я, по-моему, в Хамеди Баттле был тогда. Полагаю, что это 14-й год. Но давай еще одну подсказку. Давай добьем. И это Бразилия-Германия 1-7. Ну, жаль, что я использовал эту подсказочку. Получается, 14-й год. Получается, ты еще сдал 4 подсказки было. Чертая подсказочка была. Поэтому 250 тоже вычитаем. Давай стоп. Да, да. Ну, потому что вообще у всех от 2014-й не Бразилия-Германия, не Атлетика, Реал, а... То, что я на дуэт Софья-Алешка там был, да. Да. Вот, да. Все же знают. Записываем домашнее задание. Прочитать Золушку. Не до конца. Вот это Балкарет, а тебя не касается. Читает, где рис она вот разделяет, дернышки. Какой счет, Леш? 5-250, 3-250. А нельзя сделать 125? Ну, ладно, все, все, ладно, не ломай игру. Сейчас он ему пи***ь даст. Ты же видишь, как это работает. Он сейчас орать начнет. Все, давай дальше. 5-250 и 3-250 после двух раундов. Блин, у Черданцева, то есть Генчим, уже в первом раунде было 6 тысяч, а мы тут уже 2 раунда и 5-250. И 3-250. Ну, что ж, едем в следующий. Конечно, я уже уехал. Мы тоже едем. Следующий раунд называется «Игра без мяча». В раунде «Игра без мяча» каждому участнику нужно будет ответить на 3 вопроса, никак не связанных с видами спорта, где есть мяч. За каждый правильный ответ можно получить 1 тысячу баллов. Ну, что ж. Пусть он начинает уже. Да, конечно, сейчас. Давай еще раз. Нет, раз ты выбрал, надо, конечно, Гураму начать в раунде. Потом скажи ему, что зрителям вообще по*** кто начинает. Просто потом передай. И там все комменты. Почему 3-й раунд начал, Карен? Я думал всегда Гурам начинает. 3-й раунд и первый вопрос будет тоже Гураму. Итак, внимание на экран. В честь 30-летия выхода альбома известной группы, австралийский велосипедист воссоздал с помощью GPS-трекера его обложку. Назовите группу. Я прям помню. Понял? Член. Да, да, да. Я это видел. Член Пепенцис. Я видел это в интернетах и все такое. Их, я вспомню. Ну, это какое-то такое тяжелое что-то такое. Любая вообще, любая. Ну, не хочу никого называть. Король ищут. Ты видел, да? Король ищут. Очень крутые чуваки. Ты знаешь, да, ответ? Да. Слушай, а давай я никого не назову. Вот так я буду делать. Я иду ва-банк и не называю никого. Ну, сейчас ты скажешь. Я такой, блин, вот так это будет. Да, да, так и будет, так и будет. Смотри, и это правильный ответ Нирвана. Хорош. Все, отыграли, хорошенько. Блин, ну да. А ты думаешь, что Нирвана? Я думал в спринг. А, да? Блин. Ладно. Это крутые чуваки, я их слушаю. Ну, и так, какой спортсмен снимался в клипе, кадр из которого вы видите? А это Дима Билан? Это Дима Билан. Наверняка там Плющенко, потому что они с Рудковского. Ну, что он делает там? Какой спортсмен? Гном-гномочек. Подождите, гном-гномочек был всегда. Он вообще не рождался. Он же всегда был гном-гномочек. Он всегда был просто, да. Да. Типа Хасбик, Абдурозик и гном-гномочек. Это следующие наши игроки в мозгобол. Не, Варик один пока в голове из-за муточек с, ну, рабочих с Рудковской, что это должен быть Евгений Плющенко. Конечно, у него нет вопросов. Как будто это начало Билана. Когда Билан еще носил шапки. Так, ответ. Плющенко. Плющенко. Смотрим правильный ответ. И здесь... Евгений Плющенко. Это было легко. Это было так легко. Пишите в комментариях, это было легко. А что, просто я жду, пока закончится клип. А, ну, давай. Ну, ты просто нажми его. Говори в шум. Да я не могу говорить, Лех, музыка играет. В смысле? Это мне, да, уже? Это уже тебе, Гурам. В каком виде спорта выступала эта команда? Так, ну, судя по тому, что их пять человек. Да, это вся команда. Да. Мы же честны. Так, получается, у нас либо, да, баскетбол. Волейбол, сколько их там, их больше. Ну, может, они не все. Ты мне подсказывал уже своим стендапом в четырнадцатом году? У тебя же в монологе было, помнишь, про, типа, что, типа, твоя мать кричала? Ага. Давайте вспомним. А, это в интервью было, да. Да, да, да. Это тоже в четырнадцатом году было? Все, вот что делали там? А, это керлинг. Ну, давайте посмотрим ответ. Это керлинг. А ты понял, что там было? Знаешь, что ты мне подсказал? Давай, расскажи, я не филе. Там был просто, был заход про то, что мужик окна мыл. Вот такую шутку он вспомнил. Да, я просто, я думал, не факт, что ты еще поймешь, да, о чем я. Да, а я же не тупой. А, это девиз нашей программы, а я же не тупой. Опять мне мать помогла, представляешь? Твой вопрос и твоя анаграмма. Вот так выглядит, смотри. Нужно что-то к спорту близкое собрать вот из таких букв. Я знаю ответ точно. Вот это для меня все. Серьезно? Конечно, уже отвечаю. Ронни, это что-то... Нет, ты можешь подсказать, ну-ка. Не, 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 не надо гнать его. Это же так легко, я понял. Ронни. Ты реально знаешь? Конечно, я сразу понял. Просто блефуешь, да? Не, не, не. Наушкой ему скажи ответ. Да, ты услышишь, блин. Я не услышу. Давай ему заметки покажу. Да, да, да. Давай, забава, блин. Ну, конечно же. Блин, все, тихо. Ого! Не показывай никому! Блин, что-то я же не знаю. Ну бы, ну нет варианта. Смотрим, правильный ответ. Давай покажем ему заметку сразу, чтобы... Вот мой ответ. А вот наш ответ. Триатлон. И действительно, у Гурамов заметка третий. У меня ничего нет за это. Я только в конце вспомнил, что такое анаграмма, и начал... Ты бы пояснил бы анаграмма. Это когда вот это, это, это. Я думаю, может, это алтроний. Это наверняка что-то... Надо вспомнить ассоциацию с алтроний. Блин, прости, что не подсказал просто. Я лечу жестко. Блин, я тебе вообще... Я сразу гондон. Прикинь, какой не человек, да? Вот, мразь, ему только что в предыдущем вопросе... Он целый тебе стендап, все здесь. Мать вспомнил. Да, да, да. А потом такое. Так мне же мать помогла. Ладно, смотри, Бурам. Итак, следующий. Смотри, кто здесь такой... Это Губерниев. Правильный ответ. Это Губерниев. Но мы же чувствуем, что человек вошел в кураж. Я же его с детства знаю просто. Вот таким помню. Он тут уже комменты капсом писал. У нас есть последний вопрос в этом раунде. Твой. Смотри его. Какое словосочетание надо набрать в поисковой строчке Google, чтобы получить... Это просто, это очень... Император. Да, просто. Я бы тебе подсказал. Спасибо большое. А если точнее? Словосочетание. Словосочетание. Да. Ну, ты понял? Ну, какой император-то? Российский. Ты что, какой? Российский. Какой? Первый. Наоборот, если не первый. То второй получится. Не, наоборот, прям наоборот, король. Скажи. Последний. Вот, на нем мы закончили как будто. Да. А ну скажи, ну так, скажи целиком. Короче, я тут подумал. Этот диалог же был в моей голове, верно? Это с моим посетом. Все в моей голове было. Я вот тебе прям вопрос задаю. И ты отвечаешь. Последний император. Последний император? Последний император, брат. Я не мразь, я помог. Посмотрите на этот момент. Человек пришел карму отрабатывать. У Гурама 5,250, у Карена 7,250, но это еще не последний раунд. Переходим к доехал. В раунде доехал еще до появления вопроса каждый участник должен сделать ставку на свой ответ. В случае правильного ответа сумма ставки прибавляется к имеющимся баллам, в случае неверного ответа вычитается. Правильный ответ и ваша ставка доехала. Я уж как-то просрал все в своей игре как-то, когда вабанк пошел в конце. А если бы не пошел, я бы выиграл. У Нигматулина еще кого-то. Я еще такие вещи больше не буду допускать. А ты не перепутаешь? Нет. Итак, ставки сделаны, ставок больше нет. А теперь мы с вами смотрим на вопрос. Вспоминая свой поступок перед решающими матчами чемпионата мира 2002 года, этот футболист попросил прощения у всех матерей мира. А вот представители одной профессии ему были очень благодарны. О каком футболисте идет речь, пожалуйста. Надо было уйти вабанк. Ну я про**ал еще денег. А у тебя есть версия? Ноль. Ну давай еще, надо тут писать что-то. Да. А есть версии какие-то? Иди, иди, иди. Ну, ну целый. Ну а что, ну зачем? Ну теперь я все. Блин, ну я тебе не напишу его. Он мне подсказал, но я не напишу его. Я перепутаю специально. Так же интересен. Макс. Макс. Давай мы играем, и мы чем занимаемся. Может в последний момент разбегался. Да, я мог указать, все, ты мне все обошрал. Понял? Ужас, конечно. Кошмар. Итак, ответы у меня, ставки тоже у меня. И мы сейчас, во-первых, обсудим, какие у кого-то варианты. Карен, чем руководствовался ты и что написал? Я написал Роналду. Потому что в 2002 году он вышел с этой прической своей, а потом попросил прощения у всех матерей мира за то, что все детишки стали повторять это. А парикмахеры были в восторге, да. Потому что все хотели. Я сам хотел тоже, но мне не разрешили. А многим разрешили. А мне подсказали, что Роналду. Роналду. И поэтому я подумал, ну не напишу уже Роналду. Написал же на день, он теперь рядом. Ну все равно, в 2002 год как бы. Да, 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 но я тоже не тупой. Карен у нас поставил на свой ответ полторы тысячи баллов. А Гурам поставил две двести пятьдесят. Поставил больше, но в итоге немножечко ошибся. Совсем чуть-чуть, очень сильно. И получается у нас правильный ответ. Это Роналду. Именно с тем самым объяснением, которое Карен дал. Получается, что на полторы тысячи больше баллов у Карена. Восемь семьсот пятьдесят и три тысячи баллов у Гурама. Во-первых, аплодисменты ребятишкам. Ребятишки старались. Восемь семьсот пятьдесят. Карен наш очередной победитель мозговола. Большая, большая разница. Переходящая тарелка наша. Переходящая? Да, переходящая. То есть нельзя забрать домой. На недельку-то можно? Ну можешь надеть. Чуть-чуть долму похавать там. Класс. Да! Ты же так хотел выиграть. Чтобы была мотивация, чтобы все красиво. Спасибо, ребят. Ну а с вами переходишь до конца выпуска. Я пока буду... Конечно. Даня, держи в руках, она взяла. Нет, все, она уже переходит. Помимо этой тарелочки, ты еще можешь выбрать какой-то приз, если ты добираешь. Вот смотри, сколько у тебя баллов? Восемь семьсот пятьдесят. Сфига у вас цены, конечно, я вам скажу, блин. Ну да, вам в МВД дешевле даже. Правильно Навальный писал, да, что все подорожало. Посмотри на это. Даже если я свои три тысячи тебе добавлю, тебе не хватит. Вообще, братан, мы даже вместе. Ты себя не переоценил, нахуй. Смысл, смотрите, этого нет. Нужно нам переходить к суперигре, чтобы бороться за суперкубок. А там баллы-то можно заработать? Там можно вообще все, что угодно. Это суперкубок. Борьба за суперкубок. В раунде суперкубок победитель основной игры с помощью другого участника должен отгадать 11 футбольных людей за 90 секунд. Сейчас Гура будет мне объяснять. Да. О, ну извини, брат, ты никакого суперкубка-то не увидишь. У меня, во-первых, мотивации ноль. Раз, два, три. Поехали. Ей дальше, я не вспомнил. Подожди, это реально, нет, все. Стой, это же Реал, это же Реал, это же Реал. Нет? А, ты же не видишь, блядь. Вот так. Его зовут почти как Азара его зовут. Начало имени. Азара как зовут? Эден. А вот здесь и другая буква в конце имени. Эдем? Эдес? Нет, 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 как у нас страна называется, на какую букву? Россия. Да? Эдер? Эдер. Эдер. А фамилия у него? Эдегор. Дальше. Армянин. Армянин. Дальше. Блядь, дальше. Да вы кого это, кто такие? Дальше. О, который футболист сборной сейчас. Он в Чехии играл, его, ну в этой, в Чехии в чемпионате играл. Комниченко. Да, да. Судья пиздотый. Карасев. Нет, 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 не наш. У него еще, блин, его зовут как-то прикольно так. Как птица, знаешь, которая возрождается обратно. Феникс. Дальше. А не достаешь, что просто Феникс? Нормально. Феникс. Дальше, 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 дальше. Блядь, дальше, дальше, дальше. Ох, блядь, это очень давно, что-то дальше. Я никого не знаю. О, Португалия, Португалия. Он играет с этим, с Роналду сборной. Феникс. И Сергей Юран. И блядь, каких объяснять. А почему ты сразу не догадался просто вслух говорить тебе? И по-фениксу, так было вопросик. Сергей Юран, да, Сергей Юран. Почему там не было Роналду каких-то? Роналду был у тебя в прошлом раунде. Даже если ты знаешь, ты хуй объяснишь, так было. Ладно, дальше идем. Ну, слушай, у тебя Феникс, Феникс, Феникс Брых. Судья. Но Феникс, что я назвал? Ты назвал Жуау Феникс, поэтому мы засчитали. Я-то что, я по приколу думал, Феникс, Феникс, думал. Ну, там был следующий, Жуау Феникс потом был. Первый был Эдер Милитал, ты же Эдер сказал. Эдер, ты Эдегор, говорит, блядь. Армянин, армянин. Армянин, армянин. Не мог угадать армянина, ни одного. Это тренер Алла Шкерта как раз был, когда они брали. А ты почему не угадал? А еще, это же Спортэкспресс, а в него бросали петуха. Дальше был Клаудио Ронери. Я не смог объяснить, блин, я знаю. Вот Лестер выиграл, когда чемпионат Англии, он тренировал. Он тренер, тренер. Да, следующий был Олег Протасов. Серьезно, да? На полном серьезе. Олег Протасов. Олег, великий советский футболист. Ну, это здорово очень. Да. При том, что Протасов популярнее Камличенко. Это да. Но Камличенко же угадали, угадали. Ты был в шаге. Ты в суде шаги. Я сказал Феликс. Судья Феликс. Давай сейчас Дзержинского тебе засчитают. Как это не засчитывать? Я тоже не понимаю. Судья Феликс, все знают. Смотри, следующий. Катой там? Ну, сейчас, буквально вчера за Ливерпуль на 95-е забил. Вот это не... Буквально вчера. Я, извините меня, вчера делами занят. Японец в Ливерпуле. Ну, японец. А, можно было сказать японец, кстати. Вот это дурак. Так, давай дальше. Кто это? Давай дальше. О, спасибо. Сергей Уран, я сказал Сергей Уран. Да. Правильно я сказал? Какие вопросы вообще могут быть? Короче, получается 2 из 11. Почему 2? Потому что 2. Феликс, вы несправедливы брали. Хочешь 3? 3 из 11. Просто аплодисменты, друзья. Ребята старались, по крайней мере, сделали все максимально кайфово, приятно. Это был очередной наш выпуск. Мозгоболок Гурам Амариан, Карен Адамян. Всем пока! Е-бой! Субтитры подогнал «Симон»!